Радио Бонен-Ново Радио Бонен-Ново Альцинсет Ун Ун Бонен-Ново Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! На волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей Даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту Субтитры создавал DimaTorzok Кто сказал, что есть любовь на свете? Если есть, то где ее найти? Мне бы ее хоть на минуту встретить Хоть на миг на жизненном пути Пусть она появится нежданно Как весной апрельская вода Может быть, и я счастливым стану Только не на день, а навсегда Ту любовь так ищут люди Сон теряя и покой Но найти ее так трудно В суете людской Да, она неуловима Настоящая любовь Божьей святостью хранима Любовь Не гордится и не ищет славы Зависти не знает и обид Все прощая, нежно покрывает Боли, горечь, редких слов чужих Не предаст она и не оставит Даже если ты ее предашь Она верит в лучшее Не знаешь Будет верить и смиренно ждать Ту любовь так ищут люди Сон теряя и покой Но найти ее так трудно В суете людской Да, она неуловима Настоящая любовь Божьей святостью хранима Любовь Любовь Знаю я, что есть любовь на свете Даже знаю, где ее найти Мне о ней вчера поведал ветер Может, лишь она меня спасти Божьей Приоткрою я в надежде дверцу Жаждущих души я изнемог Дар бесценный жадно ищет сердце О, Боже, дай, дай Твоей любви глоток Ту любовь так ищут люди Сон теряя и покой Но найти ее так трудно В суете людской Да она неуловима, настоящая любовь, Божьей святостью хранима. Любовь, да она неуловима, настоящая любовь, Божьей святостью хранима. Любовь, да она неуловима, настоящая любовь. Следить за воспитанием и обучением детей, постирать, убрать, приготовить и все это совмещать с работой на производстве просто нереально. С другой стороны, у молодой женщины много талантов, высшее образование, перспектива карьерного роста. Неужели все это нужно забыть и стать домохозяйкой? Скажу сразу, что я не отвечу на эти вопросы, да или нет, а просто поделюсь своим опытом по данной теме. Так получилось, что наш первый ребенок родился, когда мне было уже 30 лет. Будучи по натуре человеком деятельным и активным, все 9 лет нашего брака я вместе с мужем занималась молодежной работой. Обвенчавшись, через две недели после свадьбы мы уехали учиться в библейский колледж. Через два года после его окончания мы уже ездили записывать свои первые передачи. Радиослужение стало моей жизнью, делом, в котором я могла реализовать себя всецело. Потому, когда родилась наша дочь, я все равно продолжала готовить радиопрограммы. Более того, мое служение держало меня на плаву, когда были все шансы утонуть в море депрессии, так как мой долгожданный ребенок оказался неизлечимо больным. Работать или нет? Этот вопрос для меня никогда не стоял. У меня было служение, без которого я не мыслила о своей жизни и которое нельзя было отложить на завтра. Эфир должен быть подготовлен вовремя. И хотя официально я была в декретном отпуске, мои передачи продолжали звучать. Раз или два раза в неделю я выходила на студию записывать передачи. В это время с нашей дочкой была бабушка. С другой стороны, я довольно часто наблюдаю в своем дворе такую картину. Мамы, отведя детей в садик, собираются вместе на любимой скамейке и в хорошую погоду могут просидеть там несколько часов, попивая пиво и сплетничая. Это как раз то, против чего я категорически протестую. Если женщина отдает ребенка в сад, чтобы целый день проводить у телевизора, это преступление. По поводу самореализации женщины, я думаю следующее. Если женщина видит свое личное призвание в том, чтобы быть дома с детьми, пусть ее на это благословит Господь. Но важно, чтобы женщина не просто сидела дома с детьми, а ответила на вопрос о своем призвании лично для себя. Общее призвание любой женщины, так называемая объективная воля Божия, быть женой и мамой. Но есть и субъективная воля Божия лично для каждой женщины. А если девушка так и не вышла замуж, не стала женой и матерью, неужели она должна сидеть дома, погрузившись в депрессию и самосожаление? Конечно же нет. Она может быть прекрасным воспитателем, педагогом, медиком, реализовав способности, данные ей Господом Богом. Когда на свадебном торжестве мы восхищенно смотрим на молодых людей, то понимаем, что своей жизнью и хорошим воспитанием они обязаны родителям. Потому время жизни, которое женщина отдала своим детям, потрачено не зря. Мамы вкладывают в малышей свою любовь, нежность, знания. Благодаря этому маленький человечек будет идти по жизни с чувством собственного достоинства, а не с комплексом неполноценности. Будет знать, что он любим и что родители самые родные для него люди. Но вот дети выросли, и у многих женщин, которым за сорок, открывается второе дыхание. Они берут какое-то служение в церкви, и их энергии порой удивляешься. Они исполнили свое предназначение, вырастили детей, и сейчас самое время для их личной самореализации. Помните «Идеальную жену» из 31 главы книги-притчей? Мне кажется, что там речь идет как раз о такой зрелой женщине, потому что встают дети и ублажают ее, муж и хвалят ее. То есть дети уже достаточно взрослые, чтобы понимать вклад матери в семью. И поэтому говорят о ней хорошо. Так получилось, что я в какой-то мере работающая мама. Успеваю ли я уделять время детям? Кто-то сказал, что важно не то, сколько времени мы проводим с детьми, а то, как мы его проводим. Чтобы мой сын не чувствовал себя обделенным родительским вниманием, время, когда мы идем не спеша из садика домой, полностью посвящено ему. Мы гуляем, играем, разговариваем, делаем то, что ему хочется. При этом несколько раз в день, утром перед тем, как распрощаться, и при встрече я говорю ему, что люблю его. Также мы стараемся выделять специальное время для культурных мероприятий. Детская железная дорога, дельфинарий, подвесная дорога, зоопарк, цирк. Везде мы уже побывали с детьми и не один раз. Если вы живете в селе, и у вас нет городских возможностей времяпровождения, запланируйте подобную поездку. Я выросла в поселке городского типа, и до сих пор помню те светлые моменты, когда отец свозил нас в зоопарк или на качели-карусели. Но отчетливее всего помню время, когда мы с семьей выезжали на речку или на сбор лекарственных трав, в которых моя мама большой знаток. Мы со старшим братом бегали по огромным склонам на перегонки с ветром, искали в траве ягоды земляники или лекарственную траву. А еще я помню время совместной работы. С мамой мы выпалывали сорняки в огороде, готовили пищу. С отцом на самодельной пилораме обрабатывали бревна, помогали делать шлакоблоки. Когда я, последний ребенок в семье, пошла в школу, мама устроилась на работу, так как мы жили довольно скромно. Уезжая, она давала нам с братом наряд на работу. Мы чувствовали себя взрослыми и старались оправдать ее доверие. Чтобы маме не нужно было заниматься приготовлением еды после работы, мы готовили, что могли и умели. Еще помню моменты, когда мы по очереди ходили встречать маму с работы, особенно когда на улице рано темнело. Это была своего рода обязанность, но приятная. Мы помогали ей нести сумку и рассказывали о том, как прошел день. Если перед женщиной по разным причинам стоит вопрос трудоустройства, важно найти такую работу, которая оставляет время для семьи. Мужа, детей, приготовления пищи. Важно, чтобы были выходные, когда вы сможете пойти с семьей в церковь, провести время на природе и так далее. Если у вас есть возможность, возьмите ребенка с собой на работу. Пусть он узнает, куда ходит его мама каждый день. Объясните ему, что маме нужно идти на работу для того, чтобы зарабатывать деньги и иметь возможность приобрести на них все необходимое для жизни, включая игрушки для него. Как-то моя знакомая, тележурналист по профессии, рассказала. «Знаешь, моя работа поглощала меня полностью. Я не могла отдохнуть от нее, забыть о ней, оставить рабочие вопросы за дверью офиса. Я ехала домой и думала о работе, готовила ужин, думала о работе. И даже во сне я решала рабочие вопросы. В тот день, когда меня сократили, я попала в дорожно-транспортное происшествие. Я не представляла, как мы проживем без моей работы. Вот уже год я домохозяйка. Наша семья не пошла по миру с протянутой рукой. Но сейчас я в курсе всех школьных дел моих детей. Я вожу их на музыку и в церковные группы для детей и подростков. Я полюбила цветы и сейчас с удовольствием работаю на земле. В свободное время пишу тексты и монтирую видео о героях веры. Им не нравится моя жизнь. Я даже не представляю, как можно вернуться в водоворот напряженного рабочего дня. Дорогие женщины, если вас не подгоняет нужда житейская, будьте дома с детьми. Мужчины в домашнем быту легкомысленны, живут умом, а не сердцем, не понимают многого. Но женщина все понимает. От нее все зависит. Ей много дано, с нее много и взыщется. Если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то Бог не верил бы ей воспитания мальчиков и девочек, сказал персонаж чеховского рассказа. Бог не наказывает таким образом женщину, не заставляет заниматься детьми, потому что она на большее не способна, но доверяет мамам воспитания детей. Кто-то сказал, Воспитание детей есть профессия, в которой нужно научиться таким образом терять время, чтобы потом его выиграть. Бог вам в помощь, дорогие женщины, и в разрешении этого вопроса. Помню детство колыбель, Ласковые, нежные слова, Песни матери моей, Добрые те, добрые слова, Мама, о, мамочка моя, Повтори рассказы о Христе, И как в детстве снова обними меня В своей материнской простоте. Вспомни юности цветы, Первую прекрасную любовь, Звала сделать первые шаги, Мне с улыбкой руки протянув, Будто недавно было все, Неужели быстро так ушло? Подскажи, а что нас дальше ждет? Мама, откуда приходит солнышко? Оно приходит из-за тучек И светит нам весь день, А потом снова уходит, Чтобы мы могли лечь спать. Мама, а почему этот мальчик В садике всегда показывает мне язык И держит за косичку? А ты не обращай внимания, Он просто показывает, Как ты ему нравишься. Мама, а я правильно прочитала слово? Молоко. Да, солнышко, молодец, Ты у меня самая хорошая. Мама, помоги сделать математику, А то эта учительница Ничего не может нормально объяснить. Давай попробуем решить. А плохих людей не бывает. Их просто нужно уметь слушать И задавать вопросы, Если тебе что-то непонятно. Катя, расскажи, Что у тебя сегодня было интересного? Мама, отстань. Я очень устала. Не хочу сейчас говорить. Дочка, уже поздно. Не ходи, пожалуйста, гулять. Это моя жизнь. Не вмешивайся. Куда хочу, туда и иду. Дочка. Мама, ты меня уже достала. Отстань. Я сама разберусь. Мама, он мне сделал предложение. Я за тебя рада. Он хороший человек. Соглашайся, он тебя любит. Мам, что делать? У Ванечки температура. Я сейчас приеду. Мам, посиди с Ванечкой. Мы с Сережей сегодня идем в гости. Конечно, я вам помогу. Ребята, мне кажется... Мам, не мешай нам жить. У нас и без тебя проблем много. Катя, мне нужна твоя... Мама, я не могу. Много дел. Позвони как-нибудь в другой раз. Дочка, мне тяжело одной. Мам, ничего не могу поделать. Мы сейчас хотим завести второго ребенка. Дочка, я... Позвони завтра. Мама, я бы хотела. Мама, мама, мамочка. Любой, кто держал за ручку свое собственное сокровище, неуверенно переступающее пухленькими ножками, никогда не поймет странных людей, отказывающихся от этого счастья со словами. Рожать это не для меня. Зачем нужна такая обуза, все эти заботы? И действительно, зачем? Есть, конечно, разумное объяснение, мол, продолжение рода, поддержка в старости. Но кто из нас об этом думает? Разве мать полдня возится с пирогами ради гипотетической тарелки супа в старости, а не ради счастливых мордашек, перепачканных по видлам? Разве мы держим в голове дальнюю перспективу, когда дарим детям сладости, книжки, игрушки, порой отказывая себе во многом? Родительская любовь – самая простая и естественная вещь на свете и одновременно самая большая тайна, потому что происходит она прямо от Бога. Это в нас, от Него, желание дарить жизнь, с радостью наблюдать и общаться с существами, одновременно похожими и непохожими на нас, жажда бескорыстно дарить другому счастье. Так же, как и мы к детям, Бог относится к нам, и именно это однажды побудило Его нас сотворить. Давайте сегодня поговорим о том, какой должна быть любовь родителей к детям. Вроде бы все ясно и понятно, кто, как не родители, любят своих детей. Но любовь – любви рознь. Можно так залюбить, что вырастет эгоист, лентяй и бездельник. Всему надо учиться, и умению правильно любить детей в том числе. Самый первый аспект, на который хочется обратить внимание, то, что ребенок – это дар Божий. Родители получают ребенка в долг. Наши дети не принадлежат нам, они принадлежат Богу. Он одалживает их нам на время. Дети даются нам не в собственность, а в аренду. Кроме того, дети – не инструмент для исправления наших ошибок. Господь дает их нам для любви. Пишет Томас Шорт в своей книге «Христианский брак». Наши дети, оказывается, не наши, а Божьи. А как нужно относиться к тому, кто принадлежит Богу? Мудро, бережно, с любовью, терпением и радостью от того, что Бог доверил нам это чудо. Второе. Воспитание – это ответственность перед Богом. Родители – соработники у Бога в деле воспитания своих детей как учеников Господа, сказал христианский писатель. Недавние исследования показали, что в церкви ребенок проводит 1% времени, дома – 83%, остальные 16% – в школе. Из этого видно, что основное влияние на характер оказывает домашняя атмосфера. Очень хорошо проиллюстрировала этот момент Дороти Лоу-Ноттл. Если ребенок видит вражду, он научится осуждению и злобе. Если ребенок слышит насмешки, он станет застенчивым. Если ребенка ругают, он будет жить с чувством вины. Если ребенок видит терпимость и прощение, учится терпеть и прощать. Если его хвалят, он вырастет благодарным и уверенным в себе. Если к нему справедливы, он познает правосудие. Если он уверен в своем доме, он познает веру. Если его любят, он познает любовь. Третье. Воспитывать значит вести. Вы за рулем. Вы тот, кто ведет своего ребенка. Ваша задача – привести ребенка к Богу. Даже если он не уверует, живя в родном доме, знайте, когда ребенок покинет отчий дом, он возьмет с собой все ценности, представления и привычки, приобретенные под кровлей отчего дома. Четвертое. Любить безусловной любовью. Каждый родитель проходит трудный период воспитания подростка. Легко любить послушное дитя. Но если ребенок груб, циничен, непослушен, увяз в дурных привычках и компаниях, как любить тогда? Даже самый трудный ребенок изменится, если любить его таким, каков он есть. Если принести его на руках молитвы к Господу и быть постоянным в этой молитве. Если прощать и пытаться понять причину такого поведения. Не надо думать, что наши дети глупы, и от них легко скрыть наши духовные проблемы. Ребенок не протестует назиданию, если вы сами стремитесь к святости. Однако лицемерное отношение к Богу вызывает у подростка протест и бунт. Еще один важный аспект. Важно, чтобы наши дети были не только нашими физическими детьми, но и духовными. Принципы рождения духовных детей те же, что и физических. Точно так же для их воспитания необходимы безусловная любовь, личный пример, молитва и назидание. «Будьте святы, потому что я свят», говорит Бог в Священном Писании. И родители должны не только выполнять эту заповедь, но и ребенка научить отличать добро от зла. В этом и есть суть святости. Как практически это делать? Во-первых, начинайте тогда, когда они еще маленькие. Читайте им вслух. Рассказывайте библейские истории и объясняйте, что Бог одновременно любящий и святой. Приводите в пример истории о том, как правильные решения открывали путь Божьему благословению, а неправильные страшным бедам. Ведь в Библии описано много неудач и провалов, а это важное доказательство того, что оно написано Богом, а не людьми. Многие библейские личности порой выглядят очень неприглядно, и люди бы ни за что этого не допустили. Эта книга открывает глаза на природу человека. Итак, начинайте, пока дети еще очень маленькие. Читайте им вслух. Читайте, читайте и еще раз читайте. Показывайте им истину. И еще один совет, наверное, самый важный. Если вы позволите современным средствам массовой информации формировать взгляды вашего ребенка, даже не надейтесь вырастить его святым. Вам нужно следить, что дети смотрят по телевизору, сколько времени проводят в интернете, какие песни слушают, какие слова в этих песнях. Вам нужно держать все это под контролем. У Бога есть прекрасная мечта для каждого из наших детей. Нам оказана огромная честь. Мы можем сотрудничать с ним. Вырастут дети хорошими или плохими – это не в нашей власти. Но в нашей власти создать хорошую атмосферу, быть для них примером, искренне верить Богу и, наконец, вверить наших детей в Его руки. Ведь это Он подарил их нам. И сказать, Господи, пожалуйста, сделай в их сердце то, что можешь сделать только Ты один. Помоги мне жить так, чтобы они видели во мне Твое отражение. И тускнеет взгляд нашей улыбки При сознании вины – это я. Наша радость и счастье, дети, А порой они скорбь и беда, И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, А порой я не скорбь и беда, И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда. Неоплаканный грех в жизни нашей Повторяется в детях родных, Это мы поем горько их чашей Грехов наших и нашей вины. Наша радость и счастье, дети, А порой они скорбь и беда, И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, А порой они скорбь и беда, И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда. О себе будем плакать и детях Постоянно молитвы нести Только с Богом они жизнь осветят Станут благословением в пути Наша радость и счастье, дети А порой они скорбь и беда И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда Наша радость и счастье, дети А порой они скорбь и беда И родители будут в ответе За детей перед Богом всегда В эфире детская передача 900 секунд Здравствуйте наши дорогие радиослушатели Мы очень рады снова приветствовать вас Здравствуйте Аня Мы продолжим сегодня наш марафон Привет Андрюша Конечно Для тех из вас, ребята Кто еще не знает или кто забыл Я расскажу Мы с Андрюшей участвуем в марафоне чтения Который создал его класс В подарок учительнице литературы Ну что ж Андрюша, давай читать Давайте прочитаем сегодня рассказ Как бабушка приехала на Рождество Хоть еще до Рождества далеко А зато мы праздновали сегодня День пожилого человека Мы сегодня с Яриком Поздравили бабушек и дедушку О, молодцы, это здорово Я только за, чтобы прочитать этот рассказ В этот раз я начинаю Наконец настал день, когда можно было открыть копилки Сколько прошло времени, пока они наполнились Какая трудная работа была проделана Постоянная экономия Нужно было отказываться от сладостей От красивых ленточек и разных угощений Хильде и Моне Казалось, что уже никогда не придет то время Когда им разрешат открыть копилки И они частенько говорили друг другу Что просто не стоит бросать туда деньги Но наконец-то этот день настал Это произошло за неделю до Рождества И, конечно, каждой хотелось использовать накопленные деньги для подарков Для новой одежды и других вещей Как радовались девочки, что послушали маму И до сих пор не открывали свои копилки Мама была права Чик Ключик повернулся в маленькой копилке Моне И она увидела целую кучу денег Какая радость Она стала их пересчитывать И Хильда еще раз пересчитала после нее Чтобы убедиться, что она не ошиблась 4 доллара и 51 цент Сколько денег у маленькой девочки? Теперь открой свою Мне интересно, у кого из нас больше? Копилка Хильды выглядела немного по-другому Она была туго набита Так что было довольно трудно открыть крышку Понадобился нож И когда Хильда поддела крышку Изнутри посыпались разные монетки Это было удивительное зрелище О, у тебя гораздо больше, чем у меня Это просто так кажется Сказала Хильда Давай сосчитаем Один, два, три О, мне кажется, что здесь больше пяти долларов И действительно Там оказалось пять долларов и двадцать восемь центов Как они были счастливы? Еще никогда у них не было столько денег И тут перед ними встал большой вопрос Как лучше их потратить? Вскоре девочки обнаружили, что не так уж и много Они накопили денег Сколько вещей им хотелось купить Но большинство из них стоило гораздо больше того, что они накопили Мона думала, что она купит себе красивое платье Но что можно купить за четыре доллара и пятьдесят один цент? Хильде очень хотелось иметь сумочку с двумя отделениями и зеркальцем Но можно ли было купить такую сумочку за пять долларов и двадцать восемь центов? Затем они говорили о других вещах, которые им хотелось бы приобрести Но у них не было и половины суммы, необходимой для того, чтобы удовлетворить свои желания Я уже устала от этих разговоров Призналась как-то Хильда Эти деньги приносят только лишние хлопоты Ты знаешь, я думаю, эти деньги приносят нам беспокойство и волнение Потому что мы хотим потратить их на себя Не так ли? Хильда задумалась Возможно, это так Промолвила она Знаешь что, давай подумаем, как мы можем потратить эти деньги для других Для мамы, например, сказала Хильда Да, или для бабушки Ты запиши, что бы ты хотела купить для них Я сделала то же самое И так девочки взяли карандаш и бумагу и стали записывать Вскоре у Хильды был длинный список различных покупок За которые нужно было заплатить гораздо больше, чем пять долларов и двадцать восемь центов Мона, тебе не кажется, что я написала слишком много? Спросила Хильда, глядя на список Да нет, но у меня есть идея Я придумала что-то, что будет прекрасным подарком и для бабушки, и для мамы Что это? Давай обсудим Предложила Хильда Хорошо Ты знаешь, как мама скучает по бабушке и хочет повидаться с ней? Главная причина, почему они не могут встретиться В том, что бабушка не может позволить себе потратить деньги на поездку А у мамы нет возможности послать их Как это было бы прекрасно, если бы мы послали бабушке наши деньги на дорогу И пригласили ее, устроив таким образом для мамы сюрприз Мона, ты гений! Воскликнула Хильда Я буду радоваться этому намного больше, чем новой сумочке Давай сделаем это сейчас же Действительно, как это здорово! Я очень рада, что тебе понравилась моя идея Мне намного приятнее обрадовать маму, чем покупать себе новое платье Доставай ручку и бумагу, ты пиши письмо Хорошо, сказала Хильда А ты говори мне, что писать И так девочки стали вместе писать письмо бабушке Наша дорогая бабушка Мы все очень хотим видеть тебя у нас на Рождество Мона и я долго собирали деньги на твою поездку И эти деньги ты найдешь в нашем письме Не потеряй их и приезжай к нам скорее Мы будем ждать тебя на следующей неделе С любовью, Хильда и Мона Послушай, Мона, сказала Хильда Когда они закончили письмо А что скажет мама, когда приедет бабушка? Как это будет интересно! Она так обрадуется и удивится, что не будет знать, что делать Девочки собрали свои деньги, надели пальто и пошли на почту Чтобы купить там конверт за 9 центов и отправить письмо бабушке Радуясь и пообещав друг другу хранить все в тайне Они вернулись домой в предвкушении удивительного сюрприза В последующие дни девочки не находили себе места Каждый шорох настораживал их И услышав стук к калитке, они выбегали на улицу Они чувствовали, что задумали что-то очень интересное и хорошее Но это нельзя было сравнить с каким-то озорством Которое нужно было скрывать от мамы Иногда они не могли удержаться от смеха Хотя для этого не было видимой причины Мама удивлялась Что это случилось с девочками? Они часто хранили свои маленькие секреты Но сейчас происходило что-то загадочное И вот в один прекрасный день раздался стук в дверь «Хильда, кто-то стучит в дверь!» — позвала мама «Иди посмотри, кто там!» Хильда догадалась, что настал долгожданный момент И ей так хотелось, чтобы это было сюрпризом для мамы Она столько мечтала об этом Придумав какое-то оправдание, она сказала «Мама, пожалуйста, открой сама!» И так мама поспешила к двери, думая, что это принесли молоко или почту Она распахнула дверь Перед ней стояла бабушка с сумками и чемоданом Было очевидно, что она приехала на месяц «Ой, как здорово!» — воскликнула мама «Каким образом?» «Как чудесно!» «Но как ты приехала?» «Кто бы мог мечтать о том, что ты приедешь к нам на Рождество?» «Почему для тебя это такая неожиданность?» — спросила удивленная бабушка И тут раздался смех «Ах, вы две проказницы!» — сказала бабушка «Я догадывалась, что вы зачинщицы этого дела» Затем последовало обстоятельное объяснение И все были очень счастливы Когда все успокоились, бабушка позвала девочек И очень медленно и торжественно стала открывать чемодан «Я еще не так стара и могу кое-что смастерить своими руками» — сказала она, доставая из чемодана пакеты «Вот платье, которое я сшила для Моны И небольшая сумочка для Хильды Я даже обшила ее бусинками «Ой, неужели?» «Что, вы не хотели этого?» — спросила бабушка «Но откуда ты могла знать, что именно об этом мы мечтали и хотели купить на деньги, которые накопили?» «Как замечательно!» — воскликнула бабушка и добавила «Я уверена, что в старой мудрой и доброй книге очень правильно сказано Благотворящий бедному дает взаймы Господу А он воздаст ему за благодеяние его» Книга-притч, 19 глава, 17 стих «Радуюсь небу зимнему, холоду, тишине, летние громы с ливнями радость приносят мне» «Радуюсь одиночеству» «Шумной бурьбе друзей» «Радуюсь, что мне хочется слезы лить без затей» «Бог мой источник радости» «Сердце мое поет» «Даже среди опасностей смело смотрю вперед» «Радуюсь скорби искренне, горе умчится вдаль» «Радость моя лучистая, быстро уймет печаль» «Бог мой источник радости» «Сердце мое поет» «Даже среди опасностей смело смотрю вперед» «Радость моя лучи» «Радость моя лучи» «Радость моя лучи» «Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу» «До новых встреч на радиоволне 107.1 FM» «Радио Бананова» «Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня» «Звоните нам по телефону 663-178-617» «Пишите на электронный адрес» «tmrbarcelona-hotmail.com» «Или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина «Каждое воскресенье в 14 часов дня» «Мы рады будем увидеть вас» «Веры вам и добра» «Музыка» 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 «Музыка»